Вновь слетелись пары на паркет. В Ярославле завершился турнир по спортивным танцам на Кубок губернатора области. Соревнования собрали представители из 18 городов России. В этом году турнир посвящен 40-летию танцевального клуба «Весна». Марина Смарагдова побывала на празднике музыки и грации. 457 хореографических дуэтов опробовали паркет спорткомплекса «Атлант». Да и зрителей, по нашим наблюдениям, было больше, чем обычно. Пред финальными выступлениями танцоры поздравляли руководителей клуба «Весна», организаторов турнира Ларису и Михаила Коти. Но, как говорят сами участники, они историей не занимаются, живут настоящими. Сильно не хотели ее как-то праздновать или афишировать. Но я все время помню, что скромность – это прямой путь к неизвестности. 16 сентября я молоденькой девочкой пришла во дворец пионеров. И создался такой коллектив «Весна-73». Одно из традиционных пожеланий спортсменам – легкого паркета. Оно прозвучало для представителей 18 городов страны. Не только ближайшие соседи Ярославля, но и достаточно отдаленные регионы стремятся попасть на эти состязания. Танцевальный марафон продолжался целый день. В финал вышли самые достойные. Начался большой турнир, семидневный «Дэнс-аккорд». Естественно, пара готовится туда. Но пара бросили все и приехали сюда, в Ярославль, с учетом того, что они завтра уже будут танцевать в Москве. Среди зрителей оказались и победители самого первого ярославского турнира – Ирина Митрофанова и Достантин Грибадов. А если сравнить костюмы, в которых мы танцевали, мы шили платья сами, даже первые были из сица. И поэтому, конечно, разве можно с этим шиком сравнить? Это подарок организаторов – выступление призеров чемпионатов мира Европы Елены Пашиной и Артура Акаудинова. Танец для многих спортсменов становится не только хобби, но и делом жизни. Я вообще своей жизни сейчас без танцев вообще не представляю. То есть я хочу дальше сделать из этого профессию, дальше продолжать танцевать, насколько это будет возможно. Телевизионную версию турнира городской телеканал покажет в субботу, 26 октября, в 16 часов.